Во дворе дома 60 по проспекту Ленинского комсомола до сих пор сохранились следы незаконно захваченного пространства для парковки, что уже само по себе нарушение. И хотя цепей, ограничивающих участок на газоне, мы не увидели, зато машин, припаркованных не по правилам, здесь предостаточно. А это грозит водителям административными штрафами. Различают штрафы, два вида штрафа парковки автотранспортных средств на территории с зелеными насаждениями и парковка транспортных средств на газонах. И цветниках. Это два разных правонарушения, за нарушение которых предусмотрены административные штрафы. В размере? В размере от 1 тысячи рублей и от 3 тысяч рублей соответственно. Рейды совместно с представителями молодой гвардии проходят регулярно. Сотрудники Госадомтехнадзора фиксируют нарушения и направляют запрос в ГИБДД, после чего владелец транспортного средства получает на свой адрес письмо со штрафом. Ситуация со временем меняется. В некоторых дворах, которые мы проводили раньше рейды, уже такой сложной ситуации нет. Уже так не паркуется на газонах, как раньше. Соответственно, динамика очень положительная. В тех дворах, где было проведено благоустройство, сейчас всем хватает места для стоянки. Конечно, до сих пор в городе существуют и проблемные места. Например, на Завидной улице, в новостройках Купеленки и на проспекте Ленинского комсомола. А именно, во дворе между домами 58 и 60. Но здесь жители в определенной степени становятся заложниками ситуации. Просто ребенка только что привезла к бабе, и поэтому я быстренько... Ну, мне было негде было постоять. Парковаться не нужно на газонах. А почему? Потому что это очень вредно и загрязняет окружающую среду. А если нет места для парковки? Нужно искать в ближайших дворах. У меня окна на эту сторону, они начинают газовать. И газ. В квартире газ. Газом дышу. Но даже в тех местах города, где было расширено парковочное пространство, видновчане все равно сталкиваются с нарушениями. Лидия Александровна живет на улице Гаевского. Вы же сказали, что у вас там сделали парковку. А я еще раз говорю, у нас ставят не с одного нашего дома, а со всей округи съезжают. И грузовые ставят. Не то, что такие вот ликовые. Мы снимали этот сюжет 28 октября, еще до выпадения первого снега. Как видим, ситуация во дворе с тех пор не особо изменилась. Автолюбителям стоит задуматься или и дальше нарушать правила парковки с возможностью нарваться на штраф. Или искать другие места для стоянки. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.